Девушки отдыхают Девушки отдыхают Можно экспериментировать с подошвой Соответственно, заказные Действительно по-настоящему Спецзаказовские велодуфли Могут быть сделаны Совершенно любыми В том числе и с более утолщенной подошвой Плюс к этому существуют Все-таки вариации со стельками Зависит от того, конечно, насколько Велика разница Что касается Разной длины шатунов Можно попробовать И что-то подобное Но, опять же, зависит от того, как эта картинка В целом будет выглядеть Потом, опять же, разница Длины ноги Она из-за чего Смотря Потому что, как это ни странно Ноги-то могут быть одинаковыми Но просто из-за того, что хронические Какие-то проблемы в спине Просто получает человек травму Схема очень простая И, к сожалению, такая безжалостная Человек получает травму После этой травмы Стремится как можно скорее Сесть в седло велосипеда Тем не менее Опорно-двигательный аппарат Пока еще не выздоровел по-настоящему Асимметрично развит на данный момент И из-за этого Человек начинает садиться на перекосяк Соответственно, в пояснице Появляются проблемы И все это суммируется, суммируется, суммируется Укорачиваются там и связки И воспаляются И можно такой букет проблем Заработать, что мало не покажется И действительно нога будет подтягиваться При том, что Костное строение у нее не изменилось Поэтому тут, конечно, очень важно еще Получать консультацию грамотного Ортопеда И Желательно, опять же, общаться С хорошими остеопатами Которые способны многое поправить Но это опять же Тут я ничего не буду говорить В плане рекомендаций Потому что это дело тонкое И вы должны тут определиться И понять сами Продолжая эту тему Кстати говоря, околоспортивную Медицинскую Оздоровительную Как угодно Я уже говорил о том Что легендарный автогонщик Не сломленный Страшными травмами Алекс Занарди Работает здесь На Джирдо Италии Ведет специальную рубрику Кстати, как телеведущий Очень классно смотрится Очень бойкий на язык И Подает себя соответствующим образом В кадре Ну, это наработанная Естественно Формалистическая звезда Уже с тех времен Уверенно В рамке держался Ну, вот Сейчас он Все время открывает Разные такие интересные Рубрики Где дает Чрезвычайно полезные советы Не только Спортсменам Но и в принципе Любому человеку Который Хочет быть здоровым Потому что вот это Все-таки тоже присутствует Постоянно Что Джирдо Италия Это гонка Которая Рекламирует Здоровый образ жизни Рекламирует Активные занятия спортом Среди молодежи Среди совсем юных Тут 12 гонок Между прочим Под эгидой Джирдо Италия В том числе и сегодня Кстати, вот это тоже Надо будет рассказать Проходит Сегодня На Рокодикабе Нет Это будет завтра Завтра будет На Лагула Чена 12 этапов Таких по 500 Гонщиков В каждом принимает Участие 10-12 10-12 лет Возрастом Такие туры Прямого убывания Не очень длинные гонки Но самое характерное Что финиш В створе этапа Прямо Вот пока ждут Пока проходят Разнообразные мероприятия Проводятся вот такие вот Веселые Но и серьезные Вместе с тем старты Ну так вот Возвращаясь К тому Что за последнее время Меня заинтересовало Простое Но гениальное О том О чем беседовал Алекс Со своими гостями С медиками Вот Например Рисунки Средиземноморской Диеты Она В представлении Многих Немножко выглядит Иначе Чем она есть На самом деле И чем ее Рассматривают Диетологи Потому что Это пункт Такой очень важный Для велосипедистов Питание Гидрация Это иногда Даже может Сыграть большую роль Чем тренировки Как это ни странно Ничего странного На самом деле нет Потому что Здесь все очень Очень скрупулезно Конечно В подготовке Потому что Это должен обеспечить Идеальное функционирование Своего организма В экстремальных условиях Так вот Она-то Эта диета Она в основном Фруктовая Овощная Даже в большей степени Фруктовая Крупяная Оливковое масло Страверджино Разумеется Бобы Орехи Вот это Вот основа Что касается Того Что рыба Она не вполне На первом плане Вот в этой Классической Здоровой И эффективной Средиземноморской Диете Она присутствует Но ее Не так много Как это Принято считать И мясопродуктов Тоже стараются При этом Потребление сокращать И За счет этого Соответственно Натуральные Аттиоксиданты Получается В большом количестве И в общем Они в состоянии Разработать Такую диету Для спортсменов При том Что они будут Энергетически Не перегружены Такие есть Достаточно Интересные Варианты Разработать По-прежнему Холенстайн Выигрывает Достаточно Много В виртуальной Генеральной Классификации Потому что Ни разу Еще за все Вот эти Вот минуты Разрыв Не уменьшался До Менее чем Пяти минут Все ждут Все ждут Последние горы Но она Начинается Уже через Менее чем 18 километров Она Двуглавая Но она Тем не менее Марафонская Главным образом Ни горняцкая Ни крутая Ни стенка Ничего похожего Но И еще Один важный Момент Что прежде Чем начнется Этот штурм Все-таки Поднимутся К Аквиле Замечательные Аквили Которые Слава богу Не смело То страшное Землетрясение 2009 года И во многом Она На сегодняшний день Уже отстроена Удивительное место С прекрасными Архитектурными Памятниками Которые К сожалению И пострадали Но многие Выставили Как бы Подтверждение Того Что Строилось Действительно Строилось На века Для чего Пьют Коку Есть много Вопросов Касающихся Этого Для кофеина Главным образом Для того Чтобы как-то Взбодрить себя И для того Чтобы это все Быстренько Всосалось С помощью Того газа Который В этом напитке Хоть это Как раз И не подарок С точки зрения Диеты Рухана Перед стартом Сегодняшнего Этапа Я надеюсь Что будет Хороший Просев И я буду Финишировать Из небольшой Группы Мы в принципе Имеем сейчас Лидера команды И безусловно Мы хотели бы Чтобы Добившийся Звание Горного короля На данный момент Рубьяно Оставил Во-первых Эту майку При себе И соответственно Максимум горных очков Во-вторых Все-таки Поскольку Полминуты Разрыва Всего-то Навсего Попытаться И завоевать Еще и лидерство В генеральной Классификации Еще один вопрос Янглса А что Если ничего Сегодня не будет Поднимутся Все генеральщики И все Не думаю Что всех И захотят Раскрыть Свои карты На первой неделе Бывает Бывает Такое В особенности Когда гипертрофированная Третья неделя Но она не настолько Ужасная Как допустим Даже Прошлогодняя Третья неделя Поэтому Более открытый Формат На нынешней Джирида Италии Ведь не случайно Конечно Были эти все Перестановки В руководстве Этой гонки Именно для того Чтобы По закрытому формату Она не шла Для лидеров Генеральной номинации Поэтому Сегодня Проверить друг друга Все-таки должны Сегодня и завтра Проверить Что выйдет Из этой проверки Что на выходе Получат Если получат Что все В полном порядке Какой же смысл Конечно Рвать себя Рвать в первую очередь Своих товарищей По команде На части Чтобы потом Этими огромными усилиями Только укатать себя А же самих И ничего не получить Но Шанс Есть шанс И посмотрите-ка Прокритикованный Раскритикованный В пух и прах Вчера В особенности Гармен Пошел Под подножие Предпоследней Горы Ваквиле Пошел На очень Высокой скорости Вытянул группу Практически Фил Индиану В одного И знакомые Все лица Причем Сумел Более-менее Отдышаться Подключавшийся К работе К работе Команды На Вардаускас Тоже Но в данный момент Хантер И все остальные Пытаются Доказать Что они Сильны И все Что это было До этого Это не уважение К гонке Отнюдь не лень Так сказать А просто Были такие Тактические Построения Плюс к этому Ну просто Так сложилась Ситуация Еще Итак Впервые За эти два дня Проснулась Американская Команда Впервые Победители Командной Гонки На время В Вероне Вышли Вперед Большими Массированными Силами И начали Разгонять Основную Группу Как только Пошла их Работа Секунд Двадцать пять Преимущество Отрыва Из четырех Человек Растаяли Без следа Ну и Напомню Что в генеральной Классификации Малори Везет Голошу Девять Пятнадцать Секунд В семнадцати Всего-навсего Секундах Рюдер Хездаль Который По мнению Чапулини Еще вчера Должен был Брать Розовую Майку Кристиан Ван де Вельде На пятой Позиции И в Тридцати Двух Секундах В тридцати Шести Наш Сегодняшний Именинник Капитан Российской Команды Тридцати Трехлетний С сегодняшнего Дня Хаким Родригес Родригес Который Получил Сегодня Официальное Но и вместе С тем Очень теплое Поздравление От Президента Российской Велофедерации Я обещал Что я его Прочитаю Это поздравление И Сейчас Воспользуюсь Как раз Тем моментом Что вот такая Скорость Ровная В преследовании Ничего Пугающего Не происходит Пока Буррито И ребята Вы видите Чуть-чуть Вот за этой струной Глубятся Но близко Находятся Естественно Не проваливаются В группу Но Так вот Поздравление Сказано Дорогой Хаким Сегодня ты Вместе с тобой И вся команда Катюша Отмечают Знаменательное событие 12 мая Тебе исполняется 33 года В России Такая дата Считается Во многом Символичной Для нас Это Переломный Момент жизни Время подведения Первых итогов И определения Планов на будущее Должен сказать Что в твоем случае Тебе определенно Есть чем гордиться Оставаясь Бесспорным лидером Российского Велопроекта На протяжении Последних Трех с половиной лет Ты показывал Выдающиеся результаты Нодержал ряд Блестящих побед В однодневных Классических гонках И на этапах Многодневных Туров Твой яркий талант Спортивное мастерство И высокий профессионализм В значительной степени Способствовали Международному успеху Всей команды Популяризации Велоспорта Как в России Так и во всей Европе В этот светлый майский день Желаю тебе Крепкого здоровья Счастья И реализации Всех твоих планов Надежд И устремлений Искренне болею за тебя На итальянской джира И верю в твой Скорый спортивный триумф Фелис комплианиус Аким С уважением Игорь Макаров Председатель Совета директоров Итеры Президент Федерации Велоспорта России Руководитель Общероссийского проекта Развития велоспорта Вы понимаете Что эти слова Еще и ко многому Обязывают Хакима Но что касается Того Как он Как говорится Не пугается ли он Таких Моментов ответственности Давным-давно Уже известно что нет Давным-давно известно Что он такой Достаточно Хлубнокровный Профессионал И Он понимает Действительно То насколько Важна его роль Да он Человек номер один На данный момент В этой гонке И он Этой роли Соответствует Тридцать три года О чем сказал Игорь Макаров Это возраст Христа Как у нас Говорят Действительно Очень часто Ну а Этот ли день Будет его днем Следующий ли Или еще какое-то время Придется подождать Это Многое Спрятано Сейчас От всех Тех Кому Не следует Это знать Потому что Все-таки Произвести атаку Тогда Когда наиболее Она неожидаема Когда она Может принести Наиболее Богатые плоды Когда может вызвать Наибольший разрыв Это безусловно Идеальный вариант В день рождения Да еще и от Настолько Хорошо себя чувствующего Пурито Естественно Каждый Ждет Активных действий И может быть Опекать сегодня Его будут Вдвойне Напряженно С одной стороны Мы видели И по Паше И по Алексу Кристофу И по всем остальным Что они очень Очень хотят Порадовать капитана Но Другие Хотят Соответственно Ему немножечко Подпортить праздник То есть Его соперники Вдвойне Мотивированы Его сегодня держать Но и прекрасно Знают Что он В хорошем состоянии Приехал сюда Гонщик Который с пяти лет В седле Который Еще будучи Совсем-совсем Мальчишкой В Сабаделе В пригороде Барселоны Проехал Свои первые Велосипедные соревнования И начал выигрывать Довольно скоро Сегодняшний этап Я хорошо помню Говорил Пурито Я ездил Тирено Как Тирено Но только Плюс еще и жара И плюс Что дистанция гонки Гораздо больше И эти моменты Конечно все нужно Принимать во внимание Но ждем Ждем тем не менее Что он преподнесет сюрприз Причем в самый Самый нужный момент И еще 30 секунд Слетает Группа По-прежнему Идет в одного И как бы ни старались Ребята Впереди Это разнокалиберный Разнокалиберный Этот отрыв Он конечно Уже не настолько Боеспособен Он уже Очень сильно Укатан И два десятка Километров Плюс Аквила Плюс вот этот Вот торчок Даже на первом Вот этом Пригорке Эта группа Может очень Жестко остановиться Хоть это и Холмик Кстати говоря В Лаквиле Как раз И находится Тагварда Воланте Промежуточный Финиш Спринтерский Финиш Летучий Где разыгрывается Помимо всего прочего Еще и Премиальное время 6 секунд Первому Но это не очень Актуально Даже для Холленстайна Потому что разрывы Все-таки Достаточно большие Быстренько Быстренько О всех остальных Номинациях Помимо Генеральной Которой уже Неоднократно Говорил на сегодняшнем Этапе В спринтерском Зачете на данный Момент По-прежнему Красная майка Принадлежит Мэтту Халигосу 65 очков У него Марк Кевендиш 53 очка В этой номинации Заработал И дальше Большой разрыв До Мигеля Анхела Рубьяно Который насобирал Хоть и менее дорогой С фестпринтерской точки зрения Этап Допустим Вчера был чем Чисто равнинный Но на третьем месте 36 очков Далее Томас Финии Ну и так далее Поехали В горном Любоваться красотами Как Все Краточило Это трагедия Но В конечном итоге Опять вы видите Люди Оказались победителями Обстоятельств И это очень важно Они проявили характер Они проявили Свою Любовь К родному Уголку Таким образом Активным И Аквила Поднимается Из руин Еще краше Чем прежде Чрезвычайно Велосипедистами Любимое место Еще и благодаря тому Что здесь немало было Легендарных соревнований Легендарных победителей В окрестных горах Выигрывали Кючоли Выигрывал Карлсон Выигрывал Марко Пантани В 1999 году Сегодняшний же спринт Он Немножко на пригорке Но достаточно скоростной Все-таки этот пригорок Не назовешь его Все же торчком Потому что здесь есть Подъезд и более крутой Но гонка сегодня заезжает С того ракурса Который Практически Не останавливает Этот отрыв И вопрос не в том Что ребята в отрыве Едут плохо Слишком хорошо идет Группа преследователей Очень быстро Потому что всего-навсего Через 7 километров Начнется восхождение На финальную гору На гору Уже настоящую Пусть второй категории Почему такая длинная гора Имеет только вторую категорию Потому что Средний градиент У нее Не велик В районе 5% Всего-навсего Ну и вот здесь Вы видите Что дорога идет Дорога идет Покруче Розыгрыш все-таки Происходит И фуми Беппу Было видно Что заинтересован Все-таки В том Чтобы Оставить свой след На этом этапе И может быть Стать самым Агрессивным гонщиком Этого этапа Беппу Отвез Долговязого Итальянца Но вы видите Что Может быть Сейчас работает И против себя Может быть С другой стороны Фуми Решил Добраться Вот так Создать отрыв Из отрыва И вместе Сильваджи Попытаться ехать Сильваджи Призывает его К благоразумию Он говорит Что тот Показывает Даже Что он делает Глупость Определенную И что Совершенно зря Такой распад Он внес Да До всего Сразу Руки не дойдут И вы видите Вот этот вот Предел собора Достаточно серьезно По прежнему Разрушен Но то что Этим обязательно Будут заниматься И уже занимаются Это тоже Совершенно очевидно Раны Великолепные Аквилы Садят и болят По прежнему Но никто И никогда Конечно В беде Этот городок Средневековый Не бросит И Не за один год Но она восстановится Полностью Тут Решимость Независима Потому что Все таки Последствия кризиса Были таковы Что Быстро И массово Как-то Реставрационные Работы Тоже не получалось Вести Но Довести Это дело До конца Это дело Чести Это дело Принципа И об этом Говорят все Рассыпался Совсем Совсем Рассыпался Этот отрыв Заставил Всех Задергаться Японец Взорвался Ну и Каждый Тут поехал Уже Не надеясь На нормальное Взаимодействие Каждый Поехал За себя Так У нас Судя по всему Еще какой-то Гость В эфире Еще одно Какое-то Интервью Подкатывает Обещает Нам в координации А Джон Гадре Ну Сегодня важный Финиш И финиш Непростой Хотя С точки зрения Горняка Такого Как я Конечно Не особо Сложный Ну И я бы Сказал Что Вот Так Как он Выглядит Я не думаю Что Будет Легко Выявить Сильнейшего Что Действительно Будет Совсем Большой Отсев Тем Не Менее Конечно Попытки Здесь Будут Так Или Иначе Добиться Максимального Результата Что Что Касается Перспектив Развязки Этого Этапа Конкретно Взятого То Я думаю Что Здесь Запросто Может Добиться Достаточно Хорошего Результата И Кто-то Из Совсем Даже Не Фаворитов То есть Здесь Есть Возможность Пока Все-таки Фавориты Чувствуют Себя Хорошо И пока Они Четко Следят Друг за Другом Есть Возможность У кого-нибудь За кем Следят Не очень У кого Более-менее Развязаны Ноги Суметь Добиться Своего Максимального Успеха Так же Как Добавим К словам Гадре Прошлогоднего Призера После Дисквалификации Контрадора Это становится Так Так же Как и вчера Развязка Все-таки Была Совсем Не в пользу Фаворитов А Розовая Майка Для Малори Вовсе Была Супер Сюрпризом У меня была Радужная Майка Говорит Малори Но Даже и это Сравнивать Нельзя А он был Вы помните Варрезе Чемпионом Вандеровской Категории В раздельном Старте Даже Она Мне так Не грела Мои плечи Соединились Конщики В отрыве На спуске Изаквилы Собрались И даже Некоторые Подергивают Локтями Призывая Соседей Все-таки Включиться И поработать Но Так Одни Только Громкие Возгласы И Патетические Жесты А каждый Едет Все равно За себя Игорь Миронов Пишет Что Петров Выиграл Не здесь Да Это не в этом месте Было Это географически Там Но Дорога Была Иная И Пригород Был Гораздо Более Ищутимый Ну Все Опять же Зависит От того Как запустить Каждый Этап И все-таки Пытаются Хотя Это Классическая Часть Дорога Восхождение на Рока-де-Камбио. Горный курорт. Всесезонный на данный момент. Весьма симпатичный с пейзажной точки зрения. Но совсем не курортные мгновения. Ожидает сейчас основная группа. Она подъезжает на очень высокой скорости. Фактически уже лишив шансов гонщиков в отрыве дня. 2 минуты 15 секунд за 22 километра и в гору, естественно. Гранды горовосхождения подъезжают гораздо быстрее. И там время сокращается гораздо быстрее, чем на равнине. Даже когда общекомандными усилиями на равнине упираются. И продолжают демонстрировать такую тактику, как будто бы финиш за поворотом где-то за ближайшим. Борьба идет до самого конца. Но вот такая борьба, когда каждый солирует, на самом деле это еще больше губит шансы этого отрыва. Но, естественно, здесь уже нормальные работы. Если кто-то взорвал здесь ситуацию, нормальные работы сажены друг на друга уже не будет до самого конца. Отрыв разрушился. Так что Фуми Беппу преподнес хороший сюрприз, точнее оказал хорошую услугу тем, кто догоняет. Работини пробует ногу. У Работини достаточно неплохая протяжка. В этих же краях он так же, как и Малори, так же, как и Улисси. Малори, кстати, вспоминает эти места. И как-то была гонка кольцевая. И мне Улисси тогда привез целый круг. Мне было очень обидно. Я почувствовал себя тотальным чайником, сказал Малори. Вспоминает эпизод. То есть они здесь все гонялись. Здесь очень много проводится андеровских гонок. Гонок категории дилетантей. Мы об этом говорили. И Работини, гонец из Пискары. Тоже молодой гонщик. Чуть старше, чем Малори, 1987 года. 14 августа, соответственно, исполнится ему 25. Довольно поздно подписавший, по сравнению с тем же самым Малори, свой первый профессиональный контракт с Форнезе Вини. С прошлого года, 2011-го. Две победы на сегодняшний день у него. Ну и одна из побед достаточно памятна для наших зрителей. Потому что это было на ваших глазах. Это было в конце апреля прошлого года, когда он выиграл этап тура Турции в Фитие. Ну и кроме этого, блистал еще и в 2010-м году в Бэби Джиро, становился и призером в Генерале, насколько я помню. И выиграл один из очень непростых этапов по тосканским коллине до Гайолын Кианти. В этом году Работини выступает достаточно ровно и на ряде этапов тура Ланкаеве он не только раскатывал своих спринтеров, но еще и держался с горняками. В частности, на агентинских высотах он был седьмым. Что, кстати, очень неплохой показатель, потому что я уже много раз говорил о том, что подъем к тому китайскому казино исключительно именно там можно предаваться пагубным развлечениям и играть в азартные игры в Малайзии. Работини Тяжело, а стрелил неплохо, вот сейчас ищет передачу достаточно резко, вы видите. То есть только что он начал ворочать, довольно тяжелое передачное соотношение, и ноги едва переступали. А теперь вдруг сразу же сбрасывает, точнее, забрасывает сзади цепь на шестеренку куда повыше. Но его напарники по побегу уже через пару мгновений будут съедены основной группой. Потеряв со-капитана, Мавистар, конечно, расстроен, но не капитулировал. Вчера из первой своей супер многодневной гонки в карьере Пабло Ластрас сошел. Впервые из гран-туров сошел за свою долгую, более чем десятилетнюю профессиональную карьеру. 36-летний испанец. Всегда ехал надломленным, но недоломанным, как говорится, много раз. Но вчера, увы. Сегодня пытаются они раздать под Висконти. Висконти в первых рядах снова, но снова то, о чем говорит Паоло Беттини, комиссаре технико итальянской сборной. То есть выходить выходит, но в решающий момент его почему-то не видно. Средний градиент за эти 19 километров. Вы видите 3,9%. Перепад высот 752. Максимальный градиент. Вот здесь все-таки с теми записями в роутбуке, которые имеются у меня перед носом. Здесь все совпадает. 10%. Но 10,9% это, конечно, все достаточно условно. То, что вот это под конец сегодняшнего восхождения, это уже другой момент. Выбросил пустые бачки. Они полетели так как-то картинно под ноги зрителей. И продолжил по-прежнему такой какой-то суровый и совсем мрачный Лукашинто мотивировать его спортсмена. Какое шоу вчера на испанском языке устроил Джанни Савио, совсем другое шоу устраивает другой итальянец. И опять, когда гора пошла покруче, у Рамуна Сенавардаускаса нога как-то не идет. На равнинке все было окей. Но здесь опять такие ощущения, что жара в сочетании с такой сверхдлинной дистанцией, как-то ему сразу становится поперек горла. Вчера, неся розовую майку, он вылетел очень рано на одном из мини-перевалов, которые предшествовали финалу гонки. Сегодня, правда, он тоже подключался к действиям команды. Но он и говорил о том, что он переходит полностью в распоряжение команды и привычно будет работать впереди. Стеф Клебен, тем временем, отличный раздельщик, но вместе с тем, как и большинство рабобанковцев, гонщик достаточно легкий, чтобы идти бойко и в гору. Если уж в горе будет атаковать, то, скорее всего, выберет именно такую. Рабо пока в тени. У них есть сильные спринтеры, но... Спринты-то, собственно говоря, тоже были такие. Хэктик, как все время любят повторять. Марк Кавендиш. Поэтому можно попытаться прославиться на той территории, которая давненько Рабу ничего не приносила. Хотя, опять же, вспомните, как тот же самый Кроун владел на тот момент зеленой майкой на протяжении достаточно долгого времени. Собирал хорошо горные финиши. Подновил и Джайант тоже свои велосипеды под нынешнюю Джирдо Италия. То есть, ну, практически все производители, от Каньона, которые делают велосипеды для российской Катюши, и до Джайанта, работающего с Рабо. Ну, вот вылетел и ГОС, и кто бы этому сильно удивлялся. Спринтеры все-таки посыпались, потому что с такого раската и поддерживая по-прежнему такой высокий темп... Так, а вот это что такое было? Интересно, из довольно глубокой сточной канавы в этот момент выезжает Йоргенсен. Конечно, не для него сейчас этапы впереди его. Вряд ли мы можем ожидать, но... Завис немножко двойная атака Коль-Нагу ЧСФ. Они в предыдущие дни, кстати, пытались проводить какие-то коллективные действия. Понятно, что главный человек для них Доменико Путцовило, приехавший в великолепной форме после Джирдель Трентино и выигравший там в общем зачете. Но у них в эту горку хорошо тянет и Пираций. Кройцегер здесь со своими бывшими товарищами по команде. У него общий язык итальянский, и очень легко он общается по-итальянски. Капитан Астаны не боится такого соседства. Ну так все это хорошо, конечно. А Басу-то где? С некоторой тревогой ищем и капитана российской Катюши. Смотрим дальше, видим Шлэка там. Поглубже, поглубже Родригес, где-то на позиции 20-й. Не самое любимое вообще на самом деле вот такое горовосхождение для Пуррито Родригеса. Потому что здесь все-таки идет в работу на протяжении долгого времени достаточно тяжелая передача. И в принципе здесь в особенности вы видите, что ветерок немножко подхватывает. Здесь идет такая темповая работа, которая немножко даже напоминает нам равнинную. Напоминает нам о том, что совсем-совсем еще короткая карьера у амбициозного последнего из тех, кто выжил в этом отрыве, итальянца Работини. Ну а здесь, конечно, идут катания. Стефано Пираций уже второй день подряд решает обратить на себя внимание. Ну и ни один человек, естественно, молодого итальянца не опасается. Самая молодая, еще раз напоминаю, команда по среднему возрасту именно у Эрнеста Кольнаго. Или, если угодно, все-таки у Роберто Ревервери, известного спортивного директора, про которого уж точно Чипулини не скажет, что ему нужно идти стажироваться. Вот, говорит, пока живы эти гранды. Это он намекал на Джонатана Уотерса, что ему нужно подучиться еще Местиэре, основам мастерства. Вокруг Кевендиша образуется достаточно большая группетто, где не только, кстати говоря, спринтеры, но напомним, напомним, что вчера из-за гипервысокой скорости на подъезде за 70 километров, когда начался вот этот бешеный развоз, то поймал он 33 минуты. И еще бы, опять же, говорим, что лимит времени никогда не бывает фиксированным. Он в процентах в зависимости от высокой скорости. И чем выше скорость на этапе, тем на самом деле больше риск поймать все-таки этот лимит. А там будет какие-то моменты учитывать или не будет судейская коллегия. Будет она вспоминать твои раны или проявит принципиальность. Как правило, звездных спринтеров они стараются не удалять и частенько даже оставляют всех их спутников тоже, несмотря на то, что те не помещаются в лимит времени. Но важно еще и все-таки поймать его не очень сильно. И не 10 минут проиграть лимиту. Вчера 38 секунд не хватило ему, Фарару. О, Фарару, Фарару. Фарару не хватило целого этапа. Тейлеру, Финни и другим разноплановым гонщикам, которые не потянули на том пересеченном этапе. Сегодня не знаю. За эти 16 километров отхватить больше получаса. Надеюсь, что нет. Не хотелось бы все-таки, чтобы были опять полемики вот эти вокруг судейских решений, что, дескать, надо было переполовинить гонку. Но ритм гонки сегодняшней все-таки сдерживается этой тяжелой такой вязкой жарой. 34 километра в час средняя скорость была. Хотя, вроде бы, скажете вы, ни одного. Такие средние скорости иногда бывают на этапах Тур-де-Франс, где перевалы по 30 километров. Но вот это как раз говорит о том, какая беспощадная сегодня гонка. Малори все дальше и дальше опускается назад. Но пока сидит в этой группе и пока все-таки держит ногу, вы видите, теплую. Вращает педаль достаточно круглая. И нет, вроде бы, как симптомов закисливания. Лямпра большими силами перемещается вперед по-прежнему. Но там уже те, кто должен раздавать под Кунэго и Скарпони. Малори к ним не относится. Хотя просев уже очень серьезный произошел. И в группе не более 60 человек. Стефан операции поставил передачку. Ну, вот о чем я говорил. Какие выборы передач вы видите. 53 впереди. Позади. На вскидку где-то 21. Зубчик задействован. Ну и Пипа Пацата тоже отлетает. Кто бы сильно удивлялся этому. Это Ликвигас к Форнезе Вини все больше и больше приближается по цвету формы. Но фактически едва-едва заметен этот желтый оттенок. Не Пацатовская территория, конечно же. Вчера, да. Вчера это напоминало классику где-то. 19 километров в гору. Это у Пацата по большому счету никогда не получалось. От Пиратцы до ближайшего соседа... От Работини до ближайшего соседа 26 секунд. И кто этот сосед, надо полагать, Пиратцы и есть теперь. Все те, кто провисал между первым и основной группой, все вернулись теперь в пилотон. А многие даже, скорее всего, и оказались в хвосте. Да нет, не все на самом деле. Видите, что собирает потихоньку остатки... Того отрыва. Вот, кстати говоря, Валерий Аньоли тоже добавил. В этот момент атака вторым темпом. Таким образом, три человека. Да, Аньоли вот-вот сейчас вот из-под этой арки атаковал. Баса благословил эту атаку или нет, интересно. Но Баса говорит, что команда, в принципе, спаивается с каждым днем все сильнее и сильнее. Мы ездим немножко олдскульно, говорит Иван Грозный. То есть мы все время как-то стараемся держаться единым кулаком. Хотя, может быть, кто-то скажет, что эффективнее было бы разным гонщикам делать разные вещи. Но и вот сегодня решили все-таки попробовать и таким образом тоже. И Валерий Аньоли, который иногда через перевалы Басо, Ниболи или Кройцегера до этого, но так Кройцегера-то редко, перевозили очень даже, перевозил эффективно, практически не сменяясь. Малори запрашивает подпитки и поехал уже своим темпом. Он предупреждал, он обещал, он говорил об этом в своем вполне жизнерадостном интервью. Из этого драмы никакой не делал. Малори говорил о том, что он король и Кройцегера на один день, но это заветная мечта, которая исполнилась. Дальше переходит тоже так же, как и на Вардаускас, в распоряжение команды. Напоминаю, дорогие друзья, что до седьмого этапа включительно только гонщики молодежной номинации владели попеременно розовыми майками. И нужно вообще-то покопаться в истории для того, чтобы найти подобного же рода прецедента. Ну а в этой горе второй категории, как вы видите, впереди пока исключительно итальянцы. Итальянцы, которые довольно-таки молоды, за исключением Аньоли, тот постарше. Ну, прощай, маечка, показывает уже ставший любимцем публики Адриона Малори. Точнее, наверное, до свидания в каких-то других гонках, потому что его, это Джиро, самая-самая первая в карьере взрослая Джиро. И в первую же Джиро, так же, как и у Тейрофини, устроить себе такую примерку. Это действительно выполнение программы Максимум. Собирается вокруг Аньоли интересная компания, поскольку все знают, что Аньоли может такую гору терпеть практически безостановочно. Пьетро Поли подъехал. Опытный горняк. Ну и вы видите, оставшись без одного из капитанов, Мавистар тоже даже и не думает капитулировать, потому что у них есть люди, которые вполне способны защитить. Заполнить это, эту вакансию, ну, конечно, не предполагаем, что я рада такой. Тем временем поднимается Скарпони, так выразительно оглядывается на своих соседей по гонке. Что, будем что-нибудь делать или нет, или оставляем все пока на потом. Андрей Зейц на сегодняшнем этапе, 36-й номер Астаны, несколько раз был виден впереди. Вчера был день Дьяченко, и Дьяченко попал в пятерку лучших на этапе. Подобрался в генеральной классификации. Сегодня хороший горняк Зейц берет слово, но все в значительной степени зависит от того, как действуют те, которые совсем рядом. Сбежать из такой головы чрезвычайно трудно. Рабутини плюс Пираций. Пираций переложился к своему соотечественнику и к сопернику еще по молодежным гонкам. И как это все узнаваемо. Обратите причем внимание на то, что старается все-таки во что бы то ни стало Рабутини сберечь ногу. И не ставит передачу тяжелую, хотя вроде бы как вот только что Пираций практически отскакивал. Рабутини оставлял достаточно легкую передачу. Кто-то из БМС ожил вроде бы. В БМС гонка множество потерь, как вы знаете. Начиная с Хушевда, продолжая потери лидерства в генеральной классификации в последнее время. Ну и не очень выразительного выступления в командной гонке. Но пока опять-таки не первые номера всех команд действуют впереди. И Женя Петров. Я же говорю, что все время вот те места, в которых тебе удавалось чего-то хорошего добиться, они оказываются каким-то дополнительным стимулом. И россиянин из Астаны проверяет ногу сейчас. В своих лучших восхождениях Евгений смотрелся здорово. Ну, Катюша, естественно, не могла оставаться в стороне от таких событий. И Анхел Висьосо подхватывает этот атакующий порыв. Женин. Здесь еще там два человека. Ну, пошли образовываться группы. Одна за другой. По два, по три, по пять. Алена пишет. В этом году у меня душа явно больше к Джира, чем к Тур-де-Франс даже. Ну, на Тур-де-Франс мы будем за Дениса болеть. И за команду в очень значительной степени состоящую из именно россиян. И за Сашу Юнакурова тоже поболеем. Поэтому там и, опять же, оригинальный Тур, как он будет развиваться, еще пока непонятно. Но то, что Джира это абсолют, и для меня это абсолютно любимая гонка. Так это не изменяется, и тут я абсолютно согласен. И не только в этом году, на самом деле. Единственное, что она бывает иногда запредельно сложна, и из-за этого слишком консервативно, слишком закрыта. В этом году такого не видим. Эррада оказывается на ничейной территории. Вот нет варьирования в темпе. Обратите внимание. То есть тянуть как-то более-менее в среднем он готов. Но перемещаться, реагировать на действия соперников, переставлять передачи. Рокко Би Камбио. Надо чаще вспоминать Камбио. Подбирать соответствующие передачи. Менять. Ну а тем не менее догребает, вы видите, на такой достаточно увесистой передачке. Но догребает и становится третьим участником этой фронтальной группы за 12 километров до финиша. Никакого покоя. Операции сбрасывает испанца. Испанец готов ехать только в седле, только на достаточно увесистой передаче и только в достаточно невысоком темпе педалирования. Поэтому, вы видите, так, немножко по-ульриховски он опять выгребает. Ульрих, между прочим, пишет аналитические статьи на англоязычной версии сайта Евроспорта. Почитайте. Все-таки ульрих возвращается снова в наш любимый спорт, от которого был и самим собой в том числе тоже отлучен. Потому что у него была примерно та же самая ситуация, что и у его соотечественника легендарного Ханнвальда. То есть у него был этот burn-out syndrome. Очень сложное психологическое состояние, из которого его вытаскивали довольно долго. Ну и вот, наконец-то, наконец-то он снова, во-первых, он начал уже с массовыми гонками как-то заниматься в прошлом году. Правда, у него с этим появились сложности из-за его запоздалой дисквалификации, хоть он уже и завязал 38-летний немецкий спортсмен. Я подумал, неужели, но странного чуда не произошло. Бэклэнс решил съездить для шлэка и еще, конечно, часть не пробил. Вторые, третьи постепенно перемещаются вперед. Но капитаны у них совсем рядом на колесе, просто они едут чуть более ровно. 26 секунд итальянский, преимущественно итальянская группа отрыва. От пилотона. И пилотон по-прежнему едет в очень хорошем темпе, с очень хорошей текущей скоростью, какой конкретно. Такая атака какая-то не очень ожидаемая операторам. И миниатюрнейший горняк Эммануэль Сцелла, одерживающий победы на твердой талии в эту гору, а вот за ним и Кунэго. Вот это уже первое, что по-настоящему серьезно. Нет, Эмману может, конечно, бороться за горный титул даже, может быть, через какое-то время. Не знаю, насколько он готов к этому конкретно итальянскому туру, потому что Селлу толком мы не видели. В предыдущих гонках он катался, просто такое ощущение, что в основном тренировался, набирал кондиции. Но Кунэго это совсем уже другие амбиции. Постепенно перемещается Родригес вперед, по мере того, как просеивается эта группа. Но пока Весиоса выполняет роль вперед смотрящего. Анхел Весиоса, недавнее приобретение Катюши. Формировался хороший испанский кулак, где прекрасное взаимодействие между гонщиками. И решил еще разочек проверить итальянец всех остальных. Ну и эта атака, вы видите, захлебнулась. Контратака, точнее, захлебнулась и остался только одинокий итальянец, идущий в 26 секундах. Весиоса очень интересно, что он ведь, помните, был спринтером широкого профиля, несмотря на свою миниатюрность. В ранние годы карьеры демонстрировал завидную резкость. И даже в конфликтных спринтах принимал участие. Даже его дисквалифицировали, иной раз за грубость, чего только не было. Но, по идее, это гонщик, который очень хорошо терпит в гору. И вот тому еще одно подтверждение. Для команды это чрезвычайно полезный боец, способный на таком рельефе и выигрывать даже тоже. Пока правые и левые руки капитанов. Размахивают впереди. Сами капитаны, некоторые даже создается такое впечатление, что и не очень хорошо себя почувствовали. Например, Басо как-то так резко ушел в тень, при том, что предыдущие дни-то он настолько хорошо держался впереди. В принципе, на ранних стадиях гонок, вспомните, хотя бы, по крайней мере, 2006 год, Басо взял громкое слово достаточно рано. Красот примерно на этой же стадии гонки. Ну и естественная ситуация для Работини, который переоценил свои возможности или перепутал количество километров до финиша. Довольно-таки квадратно Матео пошел крутить в данные моменты. Как-то так неловко. Неуклюже сел на велосипеде. Гораздо симпатичнее выглядит сейчас педаляшу представителя Мови Стара. В группе много народа, все равно много. Но это опять же говорит о том, что никто не дернул по-настоящему. Но все постепенно на этой гонке. Вы видите, что сразу же нет такого, как Этна, допустим, в прошлом году, которая сразу остановила своими крутяками и выявила силу Кунтадора. Это гора, которая очень многим пасила. Петрополи возвращается в основную группу. Адроний продолжает атаковать практически всем своим составом. Карнос О'Чо. Один из очень рослых колумбийцев, слишком рослых, да, венесуэльцев, прошу прощения. Сравните его габариты с габаритами Рухано. Но, тем не менее, бравший лавры в высоких горах тура Венесуэлы, тура Колумбии, Висиоса жертвует своими возможностями, своими шансами. Хотя, в принципе, финиш при определенном раскладе под него тоже. Но Висиоса держит группу. Висиоса не дает возможность далеко уезжать с соперником. Это значит, что либо у Дании, либо у Пурито есть какие-то мысли, связанные с развязкой сегодняшнего этапа. Не просто одержаться. Шемыслов немец. Крепкий горняк из Польши. Едет сейчас рядом со Скорпони. А после того, как немножечко помаячил впереди Кунэго, он опустился несколько подальше. Кройцегера спрятать практически невозможно. Он торчит отовсюду. Все-таки достаточно рослый гонщик. Многие опасаются, что именно это может ему помешать в сверхвысоких и сверхкрутых горах на последней неделе. Ну и пока вы видите, Тональд Кангер отвечает за ситуацию в голове основной группы от Астаны. Ну и, конечно, вот так вот молотить в подъеме. Обратите внимание на выбор передачи. У некоторых откровенно тяжеленькие такие передачные соотношения. Частота педалирования где-то в районе 80 оборотов и вряд ли выше. Другие выкручивают все-таки 90+. Ну и показывают, что вот в совершенно нормальном рабочем состоянии находится сейчас капитан Астаны. Ниносом, конечно, дышит Роман. Но дышит мощно. И чувствует себя хорошо. Бассо призывает порядок у своих соседей. И с Хезедалем он не очень считается, судя по всему. Потому что тот его довольно жестко брал в коробочку. Едва не зацепил. Как себя чувствует Лаквилла и Филотрано, никогда до конца понять невозможно. Потому что примерно такое же выражение лица у него было, когда он заезжий австрийский этап увел из-под носа Вася Киренко на просторах Австрии. На просторах Целерталя. Увидели вы наверняка и Шлека-старшего тоже. Шлека-старшего и единственного, напоминаем, также. Ну и Шмидт. Там, где он должен быть, разумеется. В полном порядке Сильвестер. Способный такие этапы выигрывать запросто и в одиночку. Возможности не часто ему представляются. Как командный боец он не особо жалуется на это. 34 секунды. Привязанный, привязанный отрыв. Едва ли не в первую очередь из-за того, что делает Ангел Висьосо. Малыш-испанец тянет эту струну на той же скорости, что и отрыв. Без смен. Выглядит здорово. Бассо слегка так покривился. Видно, что нелегко дается ему это восхождение. Руханов пытается тоже сегодня восстановить свою репутацию. Кунэго пересаживается на колесо Немецу. Справа от Шлека катит. Шлек тоже здесь не один. Рореггер. Томас Рореггер, австрийец из Радио Шак. Контролирует ситуацию для него. Контролировал разрыв. Ну вот, вот наконец-то поднимается и Пуррито. Как вы видите, номер из одних единичек, поэтому с вертолета тоже очень хорошо виден. Номер капитана и 33-летнего в этот раз на этом горном этапе Жоакима Родригеса. Жоффри Суп выпадает только сейчас, но я бы сказал, что это, конечно, сюрприз со знаком плюса, не минус. Потому что он все-таки больше тяготеет спринтерским развозом. А видите, сколько времени пробыл все-таки в первой пачке, где осталось на данный момент менее 50 человек. Желающих сдаваться немного. Ну и вот Рубяна, вы видите, тоже неизвестно пополнит сегодня или нет свой очковый багаж. Это Маль Адзура, хотя Адзура, но на самом деле она чрезвычайно пестрая. И сравнить с теми Адзурами, которые у сборной Италии на плечах при всем желании не получится. Да, вчерашние затраты, а как вы хотите, он же тоже не робот. Порядка 30 километров работал в одиночку впереди при таких сильных преследователях, обладателях такого индивидуального хода, как Малори, в первую очередь. И удержался, и развил свой успех. Поэтому сегодня наступает момент расплаты. Кто-то успевает восстановиться. У колумбийца это не в полной мере получается, поэтому урожай сегодня будет достаточно скудный. Какие-то проблемы с цепью у итальянца. И не становится цепью, вы видите. Затаскивает перед задним переключателем куда-то туда наверх. Механик пытается ему помочь, чтобы он даже успел не слезть с велосипеда. Рухана. Готовы атаковать. Ну а Висиоса работает на Родригеса, который со всех сторон закрыт. Он понимает прекрасно Пурито, этот академик финиша в гору. Прекрасно понимает, что здесь нужно держаться при такой все-таки скорости текущей. Нужно держаться в тени и быть закрытым со всех сторон. Нет смысла напрашиваться на комплименты впереди. А лучше сэкономить силы в тот момент, когда ты все-таки от воздушного потока и от ветра закрыт со всех сторон. Потому что такой горный подъем, он и с орденомической точки зрения тоже довольно рабочий. Поэтому пусть не выпрыгивает. Мы знаем, что он там и не особо конкретно в этот момент переживаем. Его час еще не пробил. Конечно, было бы очень символично и очень здорово победить в такой день. Но все по ситуации. Есть все-таки стратегические задачи, которыми жертвовать тоже нельзя. В манере езды он всегда брал примеры у Жолобера, с которым выступал на ранних стадиях рядом. И который, собственно, был одним из авторов клички Пурито. У гоноческого прозвища, точнее Пурито. Петтини Бартули. Через О, который. Современный Бартули. Нильпио. Хотя того, естественно, все уважают в любом случае. То есть вы сами понимаете, что это гонщики, которые всегда умели атаковать под конец. Которые не сдавались, если первая атака получалась неудачной. Опять же, правильно воспитанный гонщик, который смотрит по сторонам, который учится. Недавно был сюжетик с ним у Giro TV от газеты Dello Sport. И там задавали вопросы о пристрастиях всяких разных. Ну, и наш сегодняшний именинник, например, говорит о том, что однозначно в ванне предпочитает душ, однозначно чаю предпочитает кофе, однозначно пиву предпочтет вино, и причем только красное. Не знаю, для многих это, как говорится, раскрывает образ или нет, но, наверное, тот факт, что он засыпает и просыпается с мыслью о своих двух детях, вот это уже говорит о нем как о личности гораздо больше, чем вот этот список предпочтений. Но все же, тем не менее, человек, когда узнаешь такие вещи, о нем становится для тебя более живым, более близким, что ли, как сосед практически по лестничной площадке. Большими силами присутствует Liquid Gas, большими силами присутствует Astana. Три этапа подряд мы наблюдаем подобное в голове основной группы. Все остальные команды чуть меньшими силами или чуть более оттянуты. Лямпре не имеет численного меньшинства относительно Astana или Liquid Gas, но она ушла сейчас во вторую линию. Абсолютно правильно это делается, потому что все-таки до этого сколько километров приходилось вести всех на себе? 26 секунд. Ну тут наконец пошла какая-то работа уже более-менее сменами у испанца и у итальянца, но разрыв тает и тает. Пало Киролонго закрывает тылы своего капитана. На первой позиции Кевин Зелдрейерс. Бельгиец. Как у Христа за пазухой в данный момент. Кройцегер. Кройцегер, который меньше все-таки лезет на первый план по сравнению с Баса в предыдущие дни. Но всем понятно, что он очень-очень хорошо готов. Опять неспокойно впереди. Но и понятно почему, потому что испанец все-таки эффективные смены не проводит. Не настолько эффективные смены, во-первых. Во-вторых, чувствует все-таки операцией, что его попутчик не способен даже встать из седла. Но не встает и не встает, а потом переключает, перебирает передачу и опять сидя его догребает. Поэтому операция идет более в рваном темпе, но сбежать от испанца не получается. Работа получается неровной, неэффективной. Соответственно и группа еще по-настоящему и не пошла раздавать. Что такое менее полминуты, вы сами понимаете. Ну, сейчас будет вот выполаживание здесь. Через небольшое время, через примерно полкилометра. Ну, уже, а вот оно есть. Для отрыва даже его уже поймал и сумел немножко отдышаться. Потом к финишу такая седловина. И, в принципе, основной финиш с градиентом 5,6% и с максимальным градиентом как раз там, посередине этого подъема. Вот это примерно за полтора километра, за два километра до финишной черты. То есть, кто очень внимательно изучал подъезд Крохо Ди Камбио, те понимают, что при хорошей ноге можно отрыв съесть на том куске. Как раз не обязательно выезжать сразу. Потому что если они сейчас, кто-то атакует сейчас, то его, скорее всего, съедят. Если ты атакуешь для того, чтобы товарищ по команде за тобой поехал, другое дело. Это полезно, сработать так на капитана. Ну что ж, пока мечта многих сбывается. А именно в первой группе остается чуть более 30 человек. Так что отбор все-таки получился качественный. Но все капитаны без исключения, все претенденты на генеральную классификацию без исключения находятся сейчас в том формировании. Захлебывается, захлебывается атака. При том, что самый крутой кусок этого подъема еще не преодолен. Каспарото. Автор двух великолепных призовых мест. Кто? Неужели у Шлэка поломка? Ну, вообще-то они чаще всего очень четко действуют. Нет, это не Шлэк. Естественно, потому что тут же бы опустили за ним бы пару человек. Это все тот же Ро Регер. Австрийец хорошо сегодня работает как командный боец. Нет к нему никаких претензий. Четверть минуты всего-то навсего. И лишь вираж скрывает этих атакующих спортсменов. Оглядываются все. Где же звезды? Будут что-то звезды делать или нет? На последних двух километрах, на том самом крутячке, действительно может атаковать Пуррито Родригес. От него, оттолкнувшись, он способен выиграть такой этап. Накордание, штурмуя гору, это не его стиль победы в горах. Здесь он уступает очень и очень многим. Есть другие специалисты. Поэтому он ждет своего часа. Лагутин поднимается. Привычно нам видеть Сергея Лагутина в этих горах. Среди первых. Достаточно свободно выступает вакансулей, разумеется. И каждый ищет свою счастливую звезду на итальянском небосклоне. Ого-го, какие экранищи-то поставили для болельщиков здесь. Курорт может себе это позволить. Разрыв уже фактически такой, которым перед последним торчком можно пренебречь. Пока есть возможность в истинно спринтерском стиле подсбросить ноги, расслабить, вернуть себе нормальное кровоснабжение. Видите, какой головокружительный спуск. Как всегда все-таки, как ни стараются организаторы, все-таки полностью расчистить не получается. И все-таки обязательно кто-то бросит свою машину так наперекосяк. Что в внутреннем радиусе было опасно. К счастью, небольшая все же группа. Отвалы здесь уже достаточно серьезные. И хвосты поотпадали до такой степени, что они, конечно, не приедут на этом коротком спуске. Хотя спуск получается и очень скоростной. Так вот здесь аккуратненько все ребята. Здесь полотно широкое, ничего страшного. И вот сейчас они воткнутся в эту последнюю горку. Не, меньше, меньше, чем 2 километра. Последний подъем протяженности. Чуть более, чем километровый. И как же понесло. Пиратский, который лучше смотрелся в эту гору. Но в этой развилке просто неправильно поехал. Решил, что надо ехать влево. И испанец снялся. Тут же огромное дырище. У испанца, кстати говоря, откуда-то обнаружились в хорошем запасе силы. Довольно неприятная эска такая, учитываясь, какого разгона начинается этот подъем. И, к сожалению, инерционно, к сожалению, для преследователей в первую очередь, инерционно здесь не начнешь. Поэтому приходилось оттормаживаться все-таки как-никак. И после этого только на силе начинать раскатываться снова. Последний километр дистанции сегодняшний. И, конечно, выяснить отношения в генеральной классификации сегодня невозможно. Но хороший этапчик подцепить почему бы и нет. У испанца, вы видите, привычная картинка такая, когда уже наелся человек. Но какой-то остаток сил все-таки еще есть. Пытается сместиться поближе к рулю, повиснуть над кареткой. Протопать на относительно большой передаче. Но пластичности никакой уже нет, вы видите, в этой крутке. Контратака массирована из основной группы. Развозят Кунэго. Два человека из Лямбре впереди. Все, встал испанец. Пропускает контратакующих. Под Кунэго скроен этот финишный створ. Вне всякого сомнения. Но отобрался или не отобрался кто-то из гатюшинских испанцев. По-моему, да, где-то пятая и седьмая позиция. Шлэк усидел вполне нормально. Вот и Пурито. Но вот он, крутячок. Давай, Хоаким, здесь. Пока нечем. Снимается Кунэго. За Кунэго поехал Паоло Тиролонго. Итальянский, получается, финиш. Они примерно одинаковы на таком участке. Они оба специалисты таких упражнений. У Тира еще и очень хороший финиш. Именно в гору. Он показал это, вы помните, на предтуровском, на преджировском Турироманде. Так и не Кунэго там как раз-то, а Скарпони. Скарпони сумел отъехать. Кунэго был рядом, но снялся лучше. Снялся лучше Скарпа. Очень тяжелый участок. У Тира есть определенный запас легкости в ногах. Контр-атака Пурито, кажется, поймал. Второе дыхание. Все-таки решил проехаться. Крутой участок. Пурито двинул за Шлэком. И видите, что он все-таки пасет всех генеральчиков. Выходит Тиролонго и выламывает передачу. Хотя, казалось бы. Родригес четвертым. Далее Хесталь. Басо. Дани Морено заезжают все в десятки сильнейших. Микелис Скарпони. В день, когда он уезжал из своего родного региона, все-таки выиграл этап Диро. Хотя все без исключения говорили о том, что поедет у Лампре Кунэго. И пытался же он ехать. Ох, мамма миа. Да, вот это отдал силы Пауло. Сердце поколотилось. Посмотрите, аж черные весят. Грязи от усталости. Он восстановится. Он восстает, как Феникс из пепла. Этап под него. И у Тиролонго нет никаких амбиций с точки зрения генеральной классификации. Но так вопрос-то в чем? Вопрос же в том, что Астана получает лидерство. Так или нет? Надо тут посчитать, конечно, все. Кстати, я сейчас об именинниках, продолжая тему. И у Валентина Иглинского сегодня тоже день рождения. Так что как-то в мае много гонцов родилось. И Кройцегер недавно отпраздновал. И Миша Игнатьев. Ну, не знаю, честно говоря. Надо еще посчитать тут все. Нет, 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 конечно. Он ограничивается только. Потому что просто пошли такие поздравления. Такое ощущение, что... Что он выиграл сразу все пакетом. Лидерство во всех номинациях без исключения. Мамма миа. Вот это был момент, да? Хорошо, что все... Еще за низа руля, когда держишься вот в этой ситуации оттормаживаться. Когда тут еще и мотоцикл скользнул на перерез. Очень неприятно. Баланс весь смещается вперед. Ну и вот. Вот она развязка. Скарпони. Хорошо отъезжал. Но Тиролонго сумел перезагрузиться все-таки. Лучше почувствовал этот финишный створ. Ну и, конечно, мощь колоссальная. Очень силовой этот спортсмен. И Тира уже не впервые на Джириде Италии облистательно выступает. Являясь в первую очередь командным бойцом. Каждый год, в принципе, находит... Где себя проявить. Довольно опытный уже спортсмен. 8 июля этого года исполнится ему 35. Небольшой, очень крепкий горничок. Ну и зафиксированная в UCI всего вторая победа у него. И это победа опять на Джириде Италия. Так же, как и 27 мая 2011 года. Подъем в тяжелый. Тогда выигрыш на Макуниане. На стене практически тоже, как доставили опять же на других. Ну и приход дальнейший. Вы видите, тут все засчитывается как есть. Не без всяких там трех километров, разумеется. Шлэк. Не зря они вам говорят, что он действительно легко выкручивает. Так и получается сегодня еще одно подтверждение. Родригес его отслеживал в первую очередь. И Хаким в этом отношении был успешен. На сегодняшнем этапе подъезд все-таки... Все-таки карданный подъезд для Родригеса был не идеальным. Поэтому... Хотя стенка последняя вполне родригесовская, но там уже не было... Ну, если бы сразу вкрутую пошло, то Родригес вышел совсем иначе. Здесь он начал отыгрываться, начал подтягиваться, но вот он уже и финал был. Говорят о том, что здесь бывал Фонтани. Проезжал, что здесь любят по-прежнему земляка Дилуку. А Дилука из этого региона. Напоминаем. 108 номер. Номер Ваутера Вейланда. В этой мемориальной для него Джира. Вспоминает также постоянно. Вот то, о чем говорят все время. Полейщики итальянские, полейщики особенные. Не просто поглядеть, как очень многие в Тур-де-Франции приходят к обочине для того, чтобы просто посмотреть, что же это такое? Вокруг чего столько шума? Почему столько денег? Почему столько телевремени? Здесь люди не случайные. Практически все. Насчет недавних именинников. Он мне, Игорь Миронов, пишет, что прокол в него забыл, не забыл. Я писал ему поздравления в Твиттере даже. Потому что там чуть раньше. Отпраздновал Саша свой день рождения. Ну что ж, с точки зрения генеральной классификации, действительно, сегодня никаких революций. А с точки зрения содержательности этапа, все очень даже привычно. Разумеется, Малори отдает свою майку, кому пока вот... Решил я грешным... Не знаю, из-за чего решил грешным делом, что Тири, но... Тиролонго проигрывал 57 секунд Малори. И шел, соответственно, на 26-й позиции в общем зачете. Брук, кстати говоря, был лучшим из россиян. 22-я позиция была у него. Но сегодня она, конечно, ухудшится, поскольку он работал на команду. И, в общем, он, конечно, не генеральщик на этой гонке, по крайней мере. Родригес, напоминаю, проигрывал 36. И раньше Родригеса никто не пересекал финишную черту. Поэтому, скорее всего, все-таки подарок удастся сделать Хаакиму. Такое у меня все-таки есть ощущение. Но посмотрим, там еще 20 секунд бонификации. Да, вот она и генералка. Хездаль проиграл Родригесу недостаточно много для того, чтобы упустить розовую майку. Поэтому, хотя нельзя сказать, что Гармен сегодня являл собой идеал тактических построений. Но, по крайней мере, они брали на себя на определенных участках ответственность. И в конечном итоге Райдер, который шел третьим и проигрывал 17 секунд. И без бонификации тоже поднялся Родригес. У нас поднимается в тройку. Тира между ним и канадцем, соответственно. Гармен массово приставлен в шестерке сильнейших. И у Катюши тоже два человека. Потому что так или иначе... Все-таки есть за что отметить Хакима и его команда. Кройцегер и Иван Басса продолжают сидеть в засаде. Шлэк, где был Рейдер Шек, не очень хорошо проехал командную гонку. Поэтому тут просвет еще сохраняется. Но вот Кунегу, например, где? Пока найти его непросто. Не обсчитали еще дальше турнирную таблицу. Группета еще не приехала, естественно. Но я все-таки надеюсь, что она впишется где-то примерно в 20 минут. И никаких разночтений не будет. И под угрозой снятия с гонки эти спортсмены не окажутся. И снова Гранд Сассо уже немножко под другим ракурсом. Великая, мощнейшая гора, под сенью которых... Который... Точнее, которых, да, тут я даже не оговорился на самом деле. Потому что она многоглавая вершина. Большой итальянский камень. Большое итальянское каменное нагромождение. От Сульмоне до Лагу Латчено. Один из самых длинных этапов в супермлагодневках за последнее время. Потому что, в принципе, укорачивает их. Старается. Завтра в 17 часов 15 минут по московскому времени. Обратите внимание на это. На небольшую поправку. Но и мы уж тут уверены в том, что, конечно, от и до практически все вы увидите этот этап. Потому что опять финиш в горе. Потому что финиш достаточно крутой. И, соответственно, там и с точки зрения самого этапа есть хорошие шансы. И с точки зрения каких-то подвижек в Генерале. Хотя перед самым-самым финишем все равно будет выполаживание. И где-то порядка трех километров будет идти только по холмикам. Но к этому подъезду зато за 10 процентов. Длиной примерно 3 километра. С максимальным 12 процентов. Это уже точка, в которой можно кого-то и наказать, кто не очень хорошо себя чувствует. Молодец Тира. У которого есть, кстати, несмотря на то, что вроде бы у Паулино успехов-то раз-два. Но, тем не менее, у него есть свой фан-клуб. По меньшей численности, чем у Скарпонино тоже. Есть преданные земляки. И на Аджирдо Италия Тиролонго впервые появился в 2003 году. И сразу же начал уезжать в отрывы. Сразу же начал бороться впереди. В финальной классификации попадал в 15 сильнейших. И вообще не опускался ниже 38-го места. И нынешний Аджиро уже восьмая в его карьере. Поэтому он вполне человек, Джиро. Ну и помню, опять же, мы наблюдали за тем, как он ездил на туре Романди. И, в общем и целом, гоночные километры в этом году у него не столь уж велики. Но очень качественно подготовился. Очень вовремя. И на Романде он трижды был шестерки сильнейших. Дважды был третьим. Из-за чего, собственно, и назвали его Скалачиста. То есть Скалаторе Эвелу Чиста. Потому что умеет финишировать в гору. Что он сегодня и подтвердил. Обыграв очень многих супергрозных финишеров как раз именно в гору. Честно говоря, не Скарпони я ожидал увидеть ближайшим к нему. Кого-то другого. Хеседаль! Возможно, и первый канадец, который примеряет розовую майку лидера Джиро де Италия. Чудеса интернационального характера продолжаются. Ну и... Как бы то ни было. Вот разговаривал о том, что именно вот этот человек Надежда Гармина, барракуды номер один с точки зрения генеральной классификации. Да, он ездил немножко.